38 сезон театрального коллектива стартовал с очень непростой постановки «Божественная комедия» или «История об Адаме и Еве». На премьере самые близкие для актеров люди и те, кто помогал спектаклю увидеть свет. Костюмы, декорации, звук – все говорило о том, что к постановке готовились основательно. Все мои спектакли о любви, говорит руководитель Анатолий Никитин. И этот, пожалуй, самый провокационный из них. Об искренних чувствах между мужчиной и женщиной всегда говорить сложно. О любви всегда очень сложно говорить. И об отношениях родителей и детей, тем более такая библейская история, она, наверное, непростая. История создания земли, история взаимоотношения Адама и Евы, и как они стали людьми, а не жителями рая, и почему они выбрали землю. Это кладезь, материал богатый, и мне он интересен. Илье Кузнецову 15 лет. Он участник театрального коллектива уже с 10-летним стажем. Адам не первая его главная роль. И сыграл он ее через сердце. Я лично вжился в эту роль, и мне было очень легко. Я шел от себя, я сыграл Адама по-своему. То есть, вот любой другой человек сыграл бы его тоже по-своему. Вот я показал, как я его вижу, как я его чувствую, и через себя я его пропустил. Я скажу, что это положительный герой. Он горой стоит за свою, скажем так, девушку, за свою Еву. Он готов защищать ее, но тем не менее, тем не менее, он следует всегда за ней. Очаровательной Еве всего 14. Но сколько природной мудрости, интуиции и женственности смогла предать своей героине Василиса Фельмонова. Она мне давалась, эта роль, очень сложно в начале, в первой репетиции. А потом просто надо было прочувствовать свою роль, и как бы я это сделала. Самый взрослый участник спектакля играет создателя. Сергею 34 года. В 17 лет он совершенно случайно начал играть у Анатолия Никитина. Дело пошло. А вот в последние 15 на театральные подмостки он не выходил. Однако пути Господни неисповедимы, довелось вернуться. Мандраж. После стольки лет не было ни на сцене. Поскольку я первый раз, когда вообще попал к нему, и первый раз вышел на сцену, я вообще боялся всего на свете. У меня коленки тряслись. А тут он меня как-то вдохновил, как-то поставил, сказал, вот делай так, говори то, и будет все нормально. Спектакль готовили с ноября прошлого года. В нем задействованы более 50 актеров. Новая постановка образцового театрального коллектива «Прикосновение» получила грантовую поддержку Министерства внутренней политики Владимирской области и Фонда президентских грантов. Впереди еще две премьеры, которые состоятся уже в эти выходные. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости. Продолжение следует...